Такой осенний вечер, листочки уже пожелтели и опали. У нас как-то за один день опали листочки. Так как-то быстро всё происходит. Ну что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Добро важно видеть детьми края в надпорте. Идем мы с Норой, идем, идем, и она такая, хопа, а говорит, а что это? Вы это видите, это очень интересно, ну это таранка, только почему она здесь лежит под забором, это чья-то заначка, очень странная, очень странная находка, интересно, вот так вот говорите вы мне, не ходи по ночам, а ведь действительно, может таранка из-за угла напасть. Харьковские уточки плавают и никуда не собираются в теплые края, они будут зимовать в Харькове, как и прошлую зиму. Много тут вот так, смотрите, как уже листва опалов. Доброго всем дня! Сегодня у нас 22 октября 2023 года, в Харьков я продолжала свой видеодневник. Утро, конечно, не совсем доброе, потому что накануне вечером, ну уже можно сказать ночью, был обстрел города. Как впоследствии мне написали, кстати, если бы вы были подписаны на мой телеграм-канал, вот кто был подписан, тот знал сразу же, как только прилетела ракета. Я написала, что как только я услышала, я об этом написала, что город обстреливают. Но потом мне написали мои подписчики, уже утром я прочитала, то, что это был прилет не по Харькову, а по области, и погибли люди. Ничего не могу понять, по Харькову, по области, новостей я не смотрю. Вы это знаете, очень редко я что-то смотрю, то, что мне попадается в ленте на ютубе. Вот так вот. Так, что я вам сегодня хотела рассказать? Во-первых, то, что погода у нас сейчас мряка, а обещали, что сегодня будет солнышко. Где же солнышко? Солнышко не вижу, пока что вижу такую погоду, как я называю, мряка. Тут собаки гуляют. Я вам сейчас покажу чуть-чуть. Собираются люди у нас по выходным, они собираются в разных местах, с кинологом, занимаются. Здорово, конечно. А может быть, это не та группа, что с кинологом, может, это просто гуляют собачники. В общем, не знаю, ребят. Но приятно увидеть, я собак очень сильно люблю. Я иду на работу. На барахолку. Сейчас мы посмотрим, что там продают. Но перед этим я бы хотела вам кое-что сказать. Вчера было очень много комментариев. Вам понравился рассказ Ромаза. Вам вообще нравится то, как он что-то рассказывает. У него миллион различных историй. А может быть и больше, потому что богатый жизненный опыт. Ему есть что рассказать. И представьте, я добилась, уговорила его, чтобы продолжать вести свой YouTube-канал. Поэтому сейчас под этим видео, в комментариях, в закрепленном комментарии, будет ссылка на YouTube-канал Ромаза. Когда-то он его начинал вести, несколько лет назад, но забросил. Кстати, тоже по моей инициативе начинал. И сейчас, если вы его поддержите, если сейчас на его канале наберется 10 тысяч подписчиков, то он сразу же начнет туда загружать видео. Свои каждодневные различные рассказы. И реставрацию, и историю. Исторические экскурсы будут. В общем, ему много есть чего рассказать. Того, допустим, чего я вам рассказать не могу. Также там буду на канале я. Глазами Ромаза. Со стороны. Не так, как я вам снимаю свое лицо. Очень многие уже устали от моего лица. И что ты себя постоянно снимаешь. Конечно же, у меня будут точно же так выходить. По два видео в день на моем канале. Когда одно, когда два. По-разному. Но также еще будут выходить у Ромаза видео, как только наберет канал 10 тысяч подписчиков. Так что всем, кому нравится Ромаз. Кто хочет посмотреть на меня со стороны видео в домашней обстановке. Также будут такие, какие-то фрагменты. В закрепленном комментарии под этим видео. Ссылка на YouTube канал Ромаза. Милости просим. Всем, кому интересны подобного рода каналы. Я думаю, это вообще эксклюзив. Я, честно говоря, до сих пор не могу понять, как мне это удалось уговорить Ромаза. Вы даже не представляете, чего мне это стоило. Так что поддержите. Также не забывайте поставить под этим видео лайк и подписаться на канал, кто еще не подписан. Впереди очень много интересного. Получилось у нас такое сейчас реалити-шоу за стеклом смартфона. Мой видеодневник, но ничего. Итак, идемте на барахолку уже. Хватит томить. Мы сегодня под зонтиком. Да, обещали солнце. Я тоже возмущаюсь. Мы не можем повредить на то, как это. Такая есть. Выставил. Все. Да, эти что будут. Наверное, надеюсь, выспятся. Выспятся будут. На любой вкус. На разный. Ой, какая красивая эта коробка. Сказка о золотой рыбке. Куда ты становишься? Передали здесь. Я довезу. Шкатулочек. Сколки. Реликварии. Шкатулочки. Со слоном шкатулочка. Смотрите, какая красивая. Красота. И малахитовая шкатулочка. И ваза, да. И вазочка. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Игрушечки. Игрушечки, пластиночки. А шахматы сколько? Вот это да. Выбор огромный. Графинчики, кому надо. Красивая. Тарелочка такая детская, азбука. Строительная газета. Там и архитектурное строительное приложение. Ну, придет, посмотрит. Мыло. Кто вчера меня спрашивал. Я так училась. Кто вчера спрашивал, советское мыло можно купить на барахолке по сей день. Вот. Оно вечное. Все красиво. Все красиво. Фигурок. Очень много. И советских, и немецких. И каких хочешь. И девочки с собачкой. И мальчик с лыжами. Все как все любят. Красота какая. Вот у них у всех все равно, чем мне нравятся советские фигурки, у них все равно будет отличаться роспись друг от друга. Это не так, как сейчас китайская штамповка. Если здесь посмотришь на лицо, то все равно глазки будут отличаться от такой же, допустим, другой фигурки. Сейчас покажу. Но они бывают вообще в разных росписях. Но повторов нет. Каждая живая по-своему. Смотрите, совершенно другие глаза. Я не знаю, сейчас если получится положить, сравнить. Чтобы вы увидели, что в советских фигурках не бывает. Смотрите, у них же абсолютно разные лица. Разный художник и разные лица. Каждая индивидуальность. И даже пятнышки на собачке все равно отличаются. Вот так вот. Сейчас такого нет. Сейчас все такое примитивное. Уродство. А здесь все красота какая. Маленькая швейная машинка, кстати, детская. Есть вот даже люди, которые собирают одни и те же фигурки по разным росписям и по разным заводам. Есть и такое. Сколько всего красивого. И мишки, и ложечки. Я уже пришла, уже расставилась. Надеялись на одну погоду, но получили совершенно другую. Дальше сейчас я включила погоду Харькова и показывает, что солнышко. На самом деле 7 градусов и ощущается как 3. Очень сыро, очень холодно. Так вообще некомфортно находиться, конечно же, на улице. Поэтому людей пришло совершенно немного сегодня. Ну, это еще, я думаю, связано и с ночным. Вот каждый раз, как где-то что-то прилетит, люди как-то уже неохотно выходят на второй день на улицу. Ну, много людей. Кто-то уже привык, и это стала часть обыденности. На самом деле я не понимаю, как к такому можно привыкнуть, но тем не менее мы привыкли. Мы привыкли уже и к звукам сирены, и иногда я даже не осознаю, была ли сирена, не была, чтобы ответить на этот вопрос. И вот сейчас конкретно была сирена. Я садилась записывать видео и кричала, сирена у нас. Друзья, всем хороших находок на барахолках. Кто пойдет сегодня на барахолку, желаю вам найти клад, желаю вам спасти какой-то шедевр от уничтожения. Вообще, спасатели старины, это отдельная тема. Не каждый понимает, что купив какую-то вещь, зачастую у несведущего человека, который не понимает, вы спасаете эту вещь от уничтожения. Когда-то я рассказывала, вот как конкретно, например, в нашем кукольном музее, шарманка, очень старая, огромная шарманка, она как большой шкаф выглядит, была спасена на нашей барахолке в 70-е годы от уничтожения. Я не знаю, где ее взяли мужики, но они собирались ее разрубить. И тогда случайно мимо проходил по этой барахолке работник кукольного музея. Я точно не помню, кто он там был, но какую-то должность занимал в кукольном музее. В общем, он спас эту шарманку, купил ее, ее восстановились. И я не знаю, как сейчас, до 2022 года у нас очень красивый кукольный театр. До 2022 года мы его регулярно посещали. Сейчас, конечно, мы вообще никуда не ходим, ни в театры, ни в кукольные театры. И я не знаю судьбу этой шарманки. Я надеюсь, что с ней все хорошо. Но может быть, ее куда-то эвакуировали, это тоже мне неведомо. Мне не сообщают, не докладывают. Поэтому вот таким вот образом я об этом как-то рассказывала. Но просто я сейчас еще раз привела пример, потому что кто-то, как всегда, возмутится. Как же можно спасать шедевры? Да, можно спасать. На самом деле есть люди, которые не понимают. Или какие-то гравюры, когда они просто лежат под дождем. В общем, желаю всем найти хороших доходок, что-нибудь спасти, что-нибудь, возможно, вы купите, отреставрируете и дадите этой жизни, этой вещи, вторую жизнь. Простите. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.